В московском концертном зале Vegas City Hall состоялся итоговый турнир года по смешанным единоборствам World Total Combat Federation. Партнером финальных поединков, прошедших в рамках проекта «Жара файт» Стивена Сигала, выступил телеканал «Автоплюс». За чемпионские пояса сражались спортсмены из России, Казахстана и Узбекистана. Причем не только мужчины, но и женщины. Главным событием вечера стал бой за титул в полусреднем весе между россиянином Каримом Магомедовым и узбеком Хасаном Базоровым. Смотреть мы будем шоу организации, президентом которой я являюсь, World Total Combat Federation. Сегодня здесь будут крутые драки, крутые люди в зале, крутые эмоции. Шесть очень интересных боев. WTKF – относительно новая федерация единоборств, основанная в Швейцарии. Уникальность турнира заключается в специальном ринге и особом формате. Так каждый бой состоит из трех раундов по три минуты. При этом спортсмены могут прибегать к любым техникам нанесения ударов рук и ног. Каждая женщина хочет походить на того мужчину, который впереди. На гонщика, который финиширует первым, и на победителя боя в квадрате ринга. Садись на крутую тачку или иди в зал с своим скрутым мужиком, выходи в ринг. В московском театральном центре «Вишневый сад» подвели итоги премии в области спутникового кабельного интернет-телевидения «Золотой луч». В этом году конкурс прошел в одиннадцатый раз, и канал «Автоплюс» тоже оказался в списке номинантов. Участвовали здесь отечественные или иностранные телеканалы, вещающие на русском языке, производители и дистрибьюторы контента, а также блогеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА